В эфире канал ОТС программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Предполагаемого убийцу из Бердска задержали сегодня. Тело пожилой женщины с явными следами насильственной смерти обнаружили накануне в лесополосе вблизи поселка Мичуринский. Погибшая не числилась в списках пропавших и злоумышленник полагал, что он в безопасности, пока к нему в дверь не постучали правоохранители. Сразу после того, как случайные прохожие обнаружили тело погибшей, на месте происшествия появились люди в погонах. Они смотрелись и поняли, злоумышленник и его жертва могли прийти со стороны ближайших дач. Сотрудниками полиции был незамедлительно организован комплекс мероприятий на месте. Это масштабный обход лесного массива, также дачных участков с привлечением кинологов со служебными собаками. С целью установления личности погибшей правоохранителями были проверены учеты без вести пропавших, но женщина с похожими приметами на территории Новосибирской области в розыске не числилась. В тот же день следователи Следственного комитета опубликовали в СМИ ориентировку. Оказалось, что у погибшей была весьма приметная внешность, вставная челюсть и не хватало одного пальца на левой ноге. Этих специфических черт было достаточно, чтобы сыщики в течение следующего дня получили настоящий вал звонков. По описанию жители Бердска узнали свою соседку, одинокую пенсионерку, а очень скоро люди в погонах вычислили и предполагаемого злодея. Фигурантом оказался 42-летний сосед, потерпевший. В настоящее время мужчина задержан и дает показания. Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. На допросе следователю он пояснил, что 13 сентября текущего года в течение дня он распивал женщины спиртные напитки у себя на даче. Когда пара возвращалась домой, между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевший телесные повреждения, от которых последняя скончалась на месте. В ближайшее время Бердский суд решит, может ли мужчина, который, по версии следствия, в пьяном угаре насмерть забил бабушку, оставаться на свободе. Злоумышленнику грозит длительный срок заключения, до 15 лет за решеткой. Познакомилась с мужчиной по интернету и вместе с детьми переехала к нему в другой регион. Женщина, сожителя которой разыскивают за хладнокровное убийство ее дочерей, до недавнего времени жила в Новосибирской области и была замужем за местным полицейским. Трагедия случилась в городе Рыбинске Ярославской области. Там в квартире самой обычной пятиэтажки обнаружили тела двух сестер. Одной девочке было 8, другой 13 лет. В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержания. Обезумевший мужчина взял в руки топор и наносил детям удар за ударом. Затем в ход пошли ножи. С места трагедии их изъяли четыре штуки. Осмотрев обезображенные тела потерпевших, криминалисты пришли к выводу перед тем, как убить. Отчим изнасиловал девочек. Виталия Молчанова объявили в розыск. Выяснилось, что мать школьницы Валентина съехалась с ним всего несколько месяцев назад. На своей странице в соцсетях кавалер выкладывал фотографии возлюбленной и называл ее своей девушкой. Это моя девушка. Очень огорчает, что мы временно в разных городах. Но я ее люблю. А остальное решаемо. До того, как переехать в Рыбинск, многодетная мать жила в Краснозерском районе Новосибирской области и была замужем за начальником местного уголовного розыска. В момент трагедии медсестра Валентина Сопрунова дежурила в больнице. О том, что ее новый избранник с богатой криминальной биографией, женщина, скорее всего, не знала. Помимо судимости из-за убийства в личном деле Виталия Молчанова, сроки за незаконное лишение свободы, изнасилование и надругательство над телами умерших. Разыскивают подозреваемых в совершении преступления и в самом Новосибирске. Полицию интересует четверка молодых людей, которая, возможно, причастна к краже одежды из торгового центра на улице Кутатиладзе. Сотрудники спортивного магазина не сразу обратили внимание на покупателей, а те, прихватив товар, ушли не расплатившись. Ущерб составил почти 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Если вы узнали этих людей, помогите следствию. Телефоны на экране. И еще одного человека разыскивают в Новосибирске. В нашу редакцию обратилась пенсионерка Евдокия Большакова. Пожилая женщина всерьез обеспокоена. Еще месяц назад ее внук ушел из дома и пропал. Игорь Корчевный сам не молод. В воскресенье ему исполнится 56 лет. Но бабушка Евдокия Савовна все равно беспокоится за непутевого внука, как за маленького ребенка. Последний раз она видела его еще в середине августа. Думала, мужчина вышел ненадолго, чтобы выпустить пар после ссоры с дядюшкой. Оставил дома и документы, и даже мобильный телефон. С тех пор ни слуху, ни духу. Пенсионерка испугалась, что Игорь мог попасть в беду. Обзвонила все больницы и обратилась в полицию. Но даже профессиональные сыщики пока ничего не смогли сделать. После новый удар. Умер сын Александр. 93-летняя старушка осталась практически одна. Игорь, Гоша, приходи домой. Бабушка ждет тебя. Саша умер. Мы отправили запрос в полицию, чтобы узнать, как идут поиски Игоря Корчевного. А если вы знаете, где этот человек, позвоните по телефону нашей редакции 310-2005. Накануне утром 93-летняя пенсионерка с улицы Советской в Новосибирске стала пленницей в своем же жилище. Она вызывала о помощи, но ее никто не услышал. Пожилая женщина почувствовала себя плохо и присела на журнальный столик. В этот момент стекло треснуло, и хозяйка квартиры провалилась внутрь металлической конструкции. Ее зажало, словно тисками. В таком положении бабушка провела несколько часов, пока вечером с работы не вернулись родственники. Но и они не смогли вытащить ее из заточения. Спасатели перекусили каркас стола специальным инструментом, освободили пострадавшую и на руках донесли пенсионерку до машины скорой помощи. А сейчас об очередном скандале в околомедицинских кругах. Бывшую заведующую отделением городской клинической больницы номер 2 будут судить за махинации со страховыми выплатами. Женщину улечили в подлоге и мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия с 10 сентября 2017 года по 4 сентября 2019 года обвиняемая сформировала медицинские карты на имя стационарных больных, в которые внесла заведомо ложные сведения о прохождении лечения условий стационара. От имени больных она подделала в них подписи и подтвердила своей подписью достоверность сведений, зная при этом, что пациенты в действительности лечения не проходили. Больше сотни сфальсифицированных медкарт врач передала в отдел статистики лечебного учреждения. На основании подложных документов территориальный фонд обязательного медицинского страхования перечислил больнице деньги за фактически не оказанную помощь. Вознаграждение заведующей составило почти 250 тысяч рублей в качестве стимулирующей выплаты. Следователи СКР закончили работу над делом, материалы уже утвердил прокурор, так что в ближайшее время 60-летняя женщина-медик пойдет под суд. На Гусинобродском тракте накануне поздно вечером вспыхнула фура. Происшествие окончательно парализовало движение на весьма оживленной трассе. Сотрудники ДПС сразу же перекрыли дорогу и вызвали к месту ЧП экстренные службы. Очевидцы же начали снимать происходящее на камеры мобильных телефонов. Из-за чего случился пожар пока не ясно. Причину выясняют специалисты. Точно известно, что пострадавших нет, помощь медиков никому не понадобилась. И последнее. На Станиславском жилмассиве неадекватный полуголый мужчина прыгал по крышам чужих автомобилей. Очевидцы сняли антигероя на камеру мобильного телефона и решили прославить его в соцсетях. На парковке многоквартирного дома на улице Ударной 25-1 молодой человек повредил по разным подсчетам 4-5 машин. Судя по всему, парень был в состоянии наркотического опьянения. А свой неспортивный забег он якобы начал еще на улице Немировича Данченко. Дебоши раскрутили прохожие. Затем его забрали сотрудники полиции и увезли в отделение. На этом пока все. Берегите себя. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok